Ольга Белова уже почти 4 года работает в социальной службе. Сейчас у нее около 15 подопечных пожилого возраста. Кому-то необходимо принести продукты и лекарства, кому-то помочь по хозяйству. А иногда достаточно просто поговорить, чтобы пенсионеры чувствовали себя лучше. Мне нравится людям делать добро, потому что многие бабушки совсем одинокие, к ним никто не приходит. Приходишь как-то, начинаешь уделять им внимание, им сразу, у них поднимается настроение, им охота поговорить, потому что они совсем одни, не с кем даже поговорить и помочь. Как работник социальной службы Ольга осознает всю ответственность своей работы, особенно в пандемию. Поэтому она привилась еще в марте. Тогда же вакцину поставила и одна из ее подопечных, Клавдия Стаханова. Ветеран труда федерального значения, до пенсии работавшая на заводе «Экран». Женщина осенью прошла и повторную вакцинацию, после того, как от коронавируса умерла ее близкая подруга, а также уговорила своих знакомых тоже пройти эту несложную процедуру. Спокойнее. Знаете, я вот выхожу, у меня там эти пенечки стоят под деревом, под боярышником, на улице. Я посижу, на людей погляжу. Кто-то подойдет со мной, поговорит. Я уже не боюсь, что я защищена. И не боюсь к своим поехать. Я же скучаю. И они скучают по мне. Не переживает Клавдия Стаханова и когда в гости приходит социальный работник. Ведь именно благодаря вакцине они могут общаться, не опасаясь за свое здоровье. Единственный выход в данной ситуации в связи с COVID-19 – прививаться всем сотрудникам, также получателям социальных услуг для выработки общего иммунитета. В Центре социального обслуживания населения Безымянски вакцинированы почти все сотрудники и почти половина подопечных. Андрей Горгуленко. События.